МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Известный советский авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев начинал как самоучка, а стал одним из лучших в мире. Сегодняшний фильм оружия для тех, кто хочет знать, как все начиналось. Свой первый летательный аппарат Саша Яковлев построил еще 15-летним мальчишкой в 1921 году. Это была модель планера. В годы повального увлечения страны советов небом в кружках авиамоделирования занималось огромное количество школьников. Однако не каждому из них было суждено стать генеральным конструктором. С раннего возраста Яковлев мог объединить вокруг себя людей, чей интерес к авиации шел намного дальше простых детских увлечений. Еще в школе он создал ячейку общества друзей воздушного флота и кружок авиамоделирования. Первая же самостоятельная конструкция тренировочный планер АВФ-10 получил в 1924 году приз на всесоюзных соревнованиях в Коктебеле как одна из лучших машин переходно-тренировочного назначения. Планер АВФ-10. Размах крыльев 12 метров. Длина 6,5 метров. Полетная масса 135 килограммов. Экипаж 1 человек. От модели к планеру, от планера к самолету. Таким был путь в авиацию будущего дважды героя соцтруда лауреата Ленинской государственных премий академика Александра Сергеевича Яковлева. Уже в 20-летнем возрасте он приступил к разработке аэроплана. В середине 20-х годов в Советском Союзе наблюдался настоящий бум конструирования и производства легких спортивных самолетов. В те времена их называли авиэтками. Под эгидой ОСО Авиахима, организация немало сделавшая для развития отечественной авиации, был объявлен конкурс на создание лучшего проекта такого самолета. В нем приняли участие тысячи аэроклубов, кружков и авиамоделистов-любителей. Конечно же, Яковлев не мог не принять участие в этом состязании. Взявшись за создание авиэтки, он быстро понял, насколько велика разница между планером и настоящим самолетом. Молодой энтузиаст приступил к самостоятельному изучению теории воздухоплавания, механики сопротивления материалов. Так начиналось становление генерального конструктора. Александр устроился разнорабочим в военно-воздушную академию имени профессора Жуковского, затем мотористом в учебную эскадрилью, а в свободное время строил двухместную авиэтку с мотором мощностью в 60 лошадиных сил. Большинство слушателей академии скептически относились к опытам конструктора-самоучки. Однако нашлись и те, кто оценил трудолюбие и необычные технические решения серьезного, фанатично влюбленного в небо парня. Среди них оказался будущий создатель знаменитых советских штурмовиков Сергей Ильюшин. При работе над своей первой машиной Яковлеву пришлось освоить профессии чертежника, экономиста, казначея, снабженца, администратора. Это была бесценная практика. Ведь в те времена советским авиаконструкторам приходилось решать помимо творческих и множества чисто организационных задач. Часть деталей будущей авиэтки изготовили в мастерских военно-воздушной академии. А к сборке самолета Александр привлек своих друзей-механиков из учебно-летного отряда. Так образовался костяк будущего конструкторского бюро Яковлева. Работу над своим первенцем Александр Яковлев завершил первомайским праздником 1927 года. И самолет перевезли на центральный аэродром Втушино. 12 мая здесь же, на глазах множества зрителей, двухместная авиэтка АИР-1 совершила первый демонстрационный полет. Это была настоящая сенсация. Молодой рабочий моторист, не имевший высшего технического образования, создал машину, которая стала лидером в своем классе. Авиэтка АИР-1. Размах крыльев – 8,8 метра. Длина – 7 метров. Полетная масса – 535 килограммов. Двигатель – цирус мощностью 60 лошадиных сил. Максимальная скорость – 150 километров в час. Практическая дальность полета – 500 километров. Практический потолок – 3850 метров. Экипаж – 2 человека. Ко времени появления первой машины Александра Яковлева моду в мировой авиации задавали крупнейшие производители – германский «Юнкерс», британский «Хоукер» и «Супермарин», итальянский «Фиат». Был совершен первый перелет через Атлантику, разработан и внедрен в производство авиационный радар, конструкторы широко использовали аэродинамические трубы. На самолетах в массовом порядке устанавливались радиостанции, некоторые пассажирские лайнеры были оборудованы ванными комнатами. Лидерство в легкой и сверхлегкой авиации принадлежало англичанам из «Дэхэвиленд» и американцам из «Боинг». Двухнедельные испытания выявили ряд преимуществ нового аэроплана не только перед лучшей советской авиаткой тех лет «РАВ-2», но и зарубежной «Дэхэвиленд-60МОС». Учитывая, что самолет строился кустарным способом, летные данные и внешний вид машины наглядно продемонстрировали высокую инженерную культуру начинающего авиаконструктора. С тех пор 12 мая 1927 года считается датой создания КБ Яковлева. По результатам его полетов Яковлева зачислили слушателям военную воздушную академию имени профессора Николая Егоровича Жуковского. Сейчас это ВВИА имени Жуковского. Надо сказать, что зачислили-то его без сдачи экзаменов. 9 июля 1927 года авиэтка «Аэр-1» под управлением знаменитого летчика-испытателя Юлиана Пьянтковского отправилась в дальний перелет по маршруту Москва-Харьков-Севастополь-Москва. Сам Яковлев занял место пассажира. За 10,5 часов летного времени аэроплан достиг Севастополя. «Аэр-1» установил два мировых рекорда по дальности и продолжительности беспосадочного перелета для легкомоторных самолетов. К сожалению, из-за бюрократических проволочек они остались незарегистрированными. В заключении комиссии ОСА «Авиахима» «Аэр-1» был предложен к серийному производству. «ОСА «Авиахим» — «Общество содействия обороне авиационному и химическому строительству». Общественно-политическая оборонная организация «Предшественник ДОСААФ». Основана в 1927 году. Существовала до 1948 года. В годы Великой Отечественной войны в составе ОСА «Авиахима» действовали стрелковые центры, снайперские, военно-морские, кавалерийские школы, центры противовоздушной и противохимической обороны, связи, автоматоклубы, парашютно-планерные клубы. Организации ОСА «Авиахима» подготовили миллионы специалистов по массовым военным профессиям. В сентябре 1927 года «Авиэтка» участвовала в манёврах Красной Армии в качестве штабного самолёта связи. С этой задачей «Аэр-1» справился успешно, в отличие от других моделей. Прочное шасси и малая посадочная скорость позволяли пилотам сажать машину на неровные короткие поля, башню и лесные опушки. Очередной самолёт Яковлева «Аир-2» получил ещё большую известность. Британский премьер-министр Чемберлен выступил с угрозами в адрес СССР. И по всей советской стране развернулось пионерское движение под лозунгом «Наш ответ Чемберлену». Мальчишки и девчонки по копейкам собрали 8 тысяч рублей на строительство новой «Авиэтки». Её проектирование поручили Яковлеву. Были построены 6 легкомоторных аэропланов «Пионер» с различными типами двигателей. Одной из моделей стала «Авиэтка АИР-3», не имевшая равных в своём классе и заставившая всерьёз говорить о практическом использовании легкомоторной авиации. Вскоре появился и первый малосерийный самолёт Яковлева — «АИР-4» — логическое продолжение предыдущей модели. В сентябре 1930 года две опытные машины прошли лётные испытания. «АИР-4» использовался в качестве связного и учебно-тренировочного самолёта. В период с 1932 по 1934 год выпускался и многоцелевой лёгкий самолёт «АИР-6». Эту машину называли «воздушным Фордом» по аналогии с массовым легковым автомобилем. Воздушный Форд был продемонстрирован на Центральном аэродроме Москвы в сентябре 1933 года. В честь визита министра авиации Французской республики Пьера Кота здесь была устроена выставка советских самолётов. Её посетил и новый начальник главного управления авиационной промышленности Королёв. С многочисленной свитой он подошёл к одной из машин. Самолёт был очень красив, великолепно отделан как снаружи, так и изнутри. Королёв остановился и величественно протянул к самолёту указательный палец. «Сразу видно заграничную работу», – сказал он. «Вот это культура. Посмотрите на окраску, на изящество, на вкус. Да нескоро мы научимся так строить самолёты. Что за машина? Какой фирмы?» А ему шёпотом говорят. «Это новый осоавиахимовский самолёт АИР-6 конструкции Яковлева». Ответственное лицо, скрывая своё смущение, зевнуло и пошло дальше отыскивать на аэродроме иностранный самолёт. Одиноко остался стоять у АИР-6 обескураженный конструктор. Серийным первым самолётом, построенным в большой серии, у Яковлева, был АИР-6. Рассчитанный на лётчика и двух пассажиров. На четырёх таких самолётах в 1934 году был выполнен перелёт Москва-Иркутск-Москва. Это был первый групповой перелёт лёгких самолётов в СССР. Этот же самолёт послужил для установления первых уже официальных мировых рекордов лёгких самолётов в СССР. Последним, или, как говорят в авиации, крайним самолётом в этом ряду стал учебно-тренировочный АИР-8. Как и все предыдущие, он был построен по заказу ОСА-Авиахима для оснащения лётных школ и аэроклубов. Учитывая настоящий культ, сложившийся в предвоенное время вокруг воздушного флота, потребность в таких машинах была огромной. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ